Валдес получит конкретную сумму от России, если мы ее правильно посчитаем. Не уверен, что никто не говорил. В любом случае, то, что сейчас называется месседж, именно такое. Зачем считать, если у нас нет шансов как-то это возместить? Только ради спортивного интереса. Хорошо, в рамках альтернативной истории, если действительно посчитают, выведут какую-то конкретную сумму, если гипотетически, вот чисто-то гипотетически, Россия начнет что-то выплачивать, то кто деньги получит? Ой, знаете, эти варианты я вообще даже обсуждать не хочу, потому что Россия не будет ничего выплачивать, это совершенно понятно. То есть, именно потому, это я обман, что изначально эта сумма может быть абсолютно любая. Она может быть 200 миллионов, она может быть 200 миллиардов. В зависимости от того, какую вот эту модель альтернативной истории выстраивают те самые авторы вот этой концепции, ну, сумма может варьировать в самых широких пределах. И что было бы, если бы? Ну, вот есть такая фраза, там история не знает сослагательного наклонения. Так вот, вся эта работа, она ведется именно в сослагательном наклонении. Можно предположить, что Латвия, вот если бы там не аннексия 40-го года, так Латвия там развивалась бы очень успешно, там стала бы там Швейцария и Швеция, там бог знает кем еще. А можно предположить и прямо обратное, что там произошел бы экономический коллапс, чтобы там Германия ее там захватила и отдала бы потом, не знаю, там Польшу или еще кому-нибудь. Как это можно вообще предполагать? Вы говорите, что авторы этой идеи создают определенный политический фон. А кому нужно создание такого политического фона и в чем он, собственно, заключается? Ну, создание политического фона всегда нужно политикам. В данном случае, ну, я думаю, тут не секрет, конечно, до выборов осталось меньше года, до выборов парламентских, до европарламентских еще меньше, 7 месяцев. И, конечно же... То есть это условное интересное национальному блоку или это интересно конкретно господину Бордонсу? Нет, ну, я думаю, что господин Бордонс не того калибра фигура, чтобы там можно было каким-то образом... Так ведь его министерство выдвигает эту идею? Ну, в данном случае эта идея носится в воздухе. И тут даже неважно, какое министерство выдвигает, я думаю, в этом заинтересованы те, кто хотел бы, чтобы вот эти противоречия между русскими и латышами по-прежнему оставались самым главным вопросом в обществе. И чтобы именно по вот этому критерию, там, ты за большевиков или за коммунистов, там, ты за русских или за латышей, чтобы вот именно, принимая решение, за кого голосовать, избиратели исходили именно из этого критерия. Чтобы они уже забыли о том, что это правительство обещало, что, какова социальная ситуация, сколько людей уехало и продолжает уезжать из Латвии. Все эти вопросы оказываются вторичными, если мы во главу угла возводим вопрос о том, вот, когда Россия отдаст нам деньги, когда Россия заберет своих русских. То есть, это попытка национального блока позиционироваться по отношению к своим избирателям потенциальным? Я думаю, в значительной степени так, но не только национального блока. Я думаю, если говорить о единстве, то сегодня единство практически ничем уже не отличается от национального блока. Там может быть побольше людей, которые способны более или менее грамотно работать в профессиональной области. У нас блока, как выясняется, таких просто нет, как показывает бесконечная чехарда с министрами. Но что касается идеологии, что касается поведения, то единство на самом деле в целом ряде случаев более агрессивно, более нетерпимо и более склонно к откровенно расистским действиям, чем национальный блок. То есть, считаете, что коалиция на завтрашнем заседании правительства эту идею поддержит? Я не вижу никаких причин, почему бы коалиция, почему бы благородному дону не поддержать такую красивую идею. Но ведь что такое коалиция? Ну, реформа, по партии реформ, я думаю, что она сейчас находится в таком состоянии, когда было бы уместно про нее говорить или хорошо, или ничего. Потому что, ну, как... Как про начальников? Как про покойников. Поэтому, ну, может быть, для вида представители партии реформы могут там как-то повозражать, но, в общем-то, почему бы нет? Суммы минимальные, политические цели совершенно очевидны. Я думаю, что сегодня единство и национальный блок, но в первую очередь единство, очень напуганы. Не только подъемом центра согласия, как это было до недавнего времени, но и появлением возможных конкурентов, которые столь же латышские партии, как и само единство. Это вы имеете в виду партию Репша? Я имею в виду и партию Репша, и партию регионов, и вот эти последние слухи, что госпожа Судороба может, наконец, сделать свой политический выбор, и если этот выбор будет в пользу регионов, как тут некоторые комментаторы предсказывают, этот игрок может оказаться весьма сильным. То есть, вот это сочетание там сильных позиций на региональном уровне, в целом ряде крупных городов, и вот такой лидер национального уровня Судороба, который слегка подзабыли, но который, в общем, все-таки еще рейтинг, узнаваемость и позитивные отношения, что очень важно, все еще сохраняется. Это может стать серьезным конкурентом, тем более, что не отдельные политики этих новых партий, они посылают явные сигналы, что они не считают, что правительство надо создавать на этническом призме. Хорошо, допустим, единство и национальное объединение боятся появления новых партий. А чем в таком случае может помочь обострение национального вопроса, и в частности возобновление работы этой комиссии? Конечно, возобновление комиссии – это такой маленький штрих, хотя и достаточно характерный. На самом деле, это постоянная доминанта деятельности и единства, и национального блока, они совершают постоянно целый ряд действий, которые над направлены, и та же самая преамбула Конституция, как мы знаем, и те же самые идеи сноса памятника. То есть, пусть они отмежевались формально, единство так довольно скептически относится к этой идее, не исключено, что этот скептицизм вызван скорее ревностью, потому что это предложили их конкуренты в поляне националистических партий. Если бы эта инициатива исходила от сторонников единства, то не исключено, что тут эти партии поменялись бы местами в этом раскладе. Вы считаете, что, возможно, единство на заседании правительства поддержит инициативу возобновить работу этой комиссии по подсчету ущерба от оккупации? А как же тот нюанс, что предложение идет от министерства, которое уже фактически осталось без министра, имею в виду господина Борденца? Вы знаете, я, в общем, человек достаточно рационально мыслящий, точнее стараюсь рационально мыслить. Вы задаете вопрос из области иррационального. Как действует это правительство и как оно принимает решения, тут логика не годится. Тут нужны какие-то другие методики и механизмы, поэтому я не берусь прогнозировать. А на чем же основывается наше правительство, если не на логике? Я думаю, что основывается... Хотя бы политическое тогда, если не экономическое. Нет, логика там достаточно сомнительная. Я думаю, что правительство было сформировано в первую очередь как латышское правительство, как этническое правительство. И как этническое правительство, оно, скорее всего, поддержит работу вот такой комиссии? А может быть и нет, потому что там действительно сейчас, ну, всегда как бы за год до выборов у правящих партий всегда начинаются там критические месяцы, скажем так. Поэтому, ну, естественно, что... То есть уже начинаются? Ну, они уже начались. Это уже заметно по целому ряду позиций. То есть есть вот эта сверхзадача, как я говорил, вступление в еврозону, есть что делить, есть бюджет, там свои, как бы, у них интересы и свои разборки. Сейчас ситуация отличается от предыдущих лет, когда правительство все-таки, ну, как-то формировалось с учетом и других признаков, я бы сказал. Да, правительства всегда были из латышских партий, но все-таки там обычно учитывались и какие-то другие факторы. Поэтому в прежние времена... Экономические интересы, например, да? Ну, конечно, да. Ну, это само собой, это постоянный фактор в политике. Сейчас это сложный вопрос, потому что ситуация меняется настолько, что те, как бы, внутренние актеры, которые традиционно в этом процессе участвовали, принимали самые активные участия, их позиции сейчас очень сильно ослаблены. То есть сегодня, если мы посмотрим, скажем, на банковскую сферу, мы видим, что некоторые крупнейшие банки, которые в прежние времена очень часто упоминались, там, в связи, там, с симпатиями к той или иной политической партии, уже просто не существует. Мы постоянно видим, что там те или иные предприятия меняют своих владельцев и так далее. Поэтому тут все становится гораздо сложнее. Нет, конечно, этот фактор никуда не ушел. Так ведь часто говорят о лобби шведских банков. Да, но... Хотя бы тоже вступление в еврозону. Понимаете, шведские банки, у них, как бы, немножко другие механизмы лоббирования, по большому счету, абсолютно все равно, кто будет в правительстве там, поэтому там немножко другая игра. Просто раньше считалось, что любой партии выгодно где-то за полгодика до выборов выйти из коалиции, перейти в оппозиции и набирать политические очки на критике коалиции. В данном случае для всех партий и коалиции это не совсем так, потому что для национального объединения нахождение в правительстве было принципиально важно. Это была легитимация для этих молодых ребят. Как дальше, на ваш взгляд, могут развиваться события, если... Я понимаю, что это по части альтернативная история, но так или иначе. Допустим, правительство утвердит возобновление условной работы этой комиссии. Дальше что? Ну, ничего. Представим цифру России, начнем требовать или будем бесконечно считать? Вот спросите у кого-нибудь, кто поближе к этому процессу, понимаете, ну вот танцует шаман с бубном около костра. Ну, я не знаю, сколько он будет танцевать. Ну, там пока не упадет или там на сколько хватит, а там этих там всяких корней волшебных, которых он наелся перейти и начать танцевать. Что в данном случае интереснее тому же единству или нацблоку? Вот предоставить какую-то конкретную цифру, которую можно потребовать у России, как это литовцы делают уже примерно 5 лет, наверное, или бесконечно считать и периодически этот вопрос поднимать на повестку дня? Я думаю, что им это наиболее выгодно, им как-то встроить весь этот процесс в свою предвыборную кампанию. Ну, а как это будет сделано, тут опять же не мне решать, что уж там их пиарщики придумают, в какой момент эту цифру вытащить, насколько впечатляющая эта цифра должна быть, когда там обратиться или не обратиться к России. Ну, как говорил великий шахматист, наш земляк Немцович, угроза сильнее ее исполнения. Поэтому я думаю, что торопиться, выкладывать все карты на стол они явно не будут. На ваш взгляд, будет ли какая-нибудь реакция со стороны России? Потому что, с одной стороны, вопрос болезни, с другой стороны, в общем-то, довольно застаревший. Я думаю, что будет, потому что сейчас Россия совершенно, очевидно, занимает достаточно активную позицию, скажем это так, назовем это так. По отношению к тем и к государствам Балтии, и не только. То есть, сегодня происходят достаточно глобальные процессы, я бы сказал. То есть, это связано с приближающимся Вильнюсским саммитом Европейского Союза. То есть, ряд бывших республик СССР стоят перед выбором. И, как мы видим, по последним событиям выбор не столь однозначен. Ну, или заключить договор об ассоциированном членстве с Евросоюзом, или вступать в таможенный союз, то есть, европейское направление или евразийское направление. С моей точки зрения, все это абсолютно искусственно, искусственная обстановка вопроса. На самом деле, умные руководители государства всегда будут искать способ сохранить конструктивные, нормальные, хорошие отношения и с Европой, и с Россией. Но сегодня, к сожалению, не без помощи определенных сил Евросоюза, большинство этих государств поставлено в такую ситуацию, когда вынуждено выбирать. И Евросоюз, и Россия применяют достаточно жесткие методы давления для того, чтобы склонить этих вот девиц на выдание на свою сторону. Это в меньшей степени относится к Балтии, поскольку Балтия уже сделала свой выбор, мы уже в Евросоюзе. Ну, вот мы видим, что, скажем, Армения выбрала евразийское направление, выбрала вступление в таможенный союз. Украина, что для многих стало неожиданностью, выбрала, наоборот, Европейский союз. Поэтому, в общем, идет большая информационная война. Хорошо, по отношению к активной позиции по части Балтии. Да, так вот, с точки зрения вот этой информационной войны, для России очень важно показать, что те государства, которые выбрали европейское направление, живут очень плохо, и что люди сейчас об этом жалеют. К сожалению, в значительной степени это напоминает мне времена моей молодости, когда там в газете «Правда» я постоянно читал о том, как там в Америке люди голодают, и как там пролетарии выходят на улицы Парижа и Лондона, чтобы защищать свои права. И действительно было полное впечатление, что там вот-вот-вот сейчас революция будет. То есть ситуация подается, ну, скажем, в определенном ключе. То есть в России информация о Балтии. Ну, да, не только о Балтии, но и Европе в целом. То есть действительно, там вот если почитать то, что пишут о Евросоюзе, ну, это кризис, Евросоюз вот-вот развалится, вот-вот крах еврозоны и так далее. Да, в Евросоюзе есть очень серьезные проблемы, но изнутри все-таки, как мы видим, ситуация выглядит не совсем так. То есть можем ли мы ожидать обострения отношений?